Всем привет! Наконец-то мы снова вернулись, скажем так, онлайн, и теперь, наконец-то, смогу поделиться с вами отчетом о путешествии от одной крепости к другой. Мы сегодня поговорим о чешских крепостях, которые называются Кокорин и Бездес. Это относительно недалеко расположенные крепости, от Праги всего лишь 63 километра до Кокорина, и еще 28 километров от Кокорина до Бездеса. То есть, относительно небольшой путь, и вполне можно проделать вот это все путешествие за один день, очень даже интересный маршрут на выходные. Так что давайте просмотрим все поближе и поговорим об этих крепостях. Начнем мы с Кокорина, это наша первая точка на карте, и этот град, так называемый, знаменит своим простым видом. Главная башня всего 38 метров высотой, но все место выглядит довольно ухоженным, крепость очень даже неплохо сохранилась, учитывая, что она была построена в 1320 году. Кстати, она же входила в список так называемых проклятых крепостей, которые были запрещены к использованию Фердинандом II. Она выглядит впечатляюще даже сегодня, и не стоит ее недооценивать из-за небольших размеров. Сюда можно доехать на машине, но я рекомендую скинуть автомобиль на парковке снизу и затем уже пройти пешком. Вся дорога проложена сквозь густой лес, это очень красивый маршрут, причем независимо от времени года, например, здесь мы шли осенью, вы можете видеть все эти краски. И обратите внимание, что вход в саму крепость расположен на противоположной от башни стороне, и он обычно закрыт осенью, но даже прогулки вокруг замка хватает с лихвой. Также стоит упомянуть еще и озера по пути до крепости, потому что если вы поедете очень рано, то увидите очень спокойный пейзаж, эти озера практически не шевелятся, и получается очень красивый природный ландшафт. Теперь давайте проедем 28 километров до крепости Бездес. Это место будет немного отличаться от первой крепости тем, что она расположена на довольно высоком холме, его высота составляет 606 метров, и подобная локация просто выделяется из всего пейзажа. Она смотрится красиво в любое время года, и стоит даже заметить то, что сама крепость видна практически с любой точки над Чехией. Если вы летите на небольшом самолете, вы точно увидите эту крепость. Кстати, сам процесс постройки замка начался в 1278 году, то есть этот замок старше первого, и сама постройка продолжалась несколько лет. Это же место также знаменито тем, что оно было тюрьмой для чешского короля Вацлава II и его матери. Обратите внимание на то, что здесь дорога к крепости чуть посложнее, потому что сначала вы приезжаете в небольшую деревушку, но вот затем вам нужно будет пройти через лес. И дорога отнюдь не туристическая, потому что вам нужно будет пройти по огромным камням, которые довольно скользкие. Здесь советовал бы взять с собой специальную обувь туристическую, потому что иначе будет не очень просто, особенно в мокрых условиях. Кстати, если вы вдруг попадете в дождь, то рекомендую дважды подумать перед тем, как отправиться в этот путь наверх и затем еще и спускаться вниз. Также на видео вы можете заметить специальный бак, который использовался для накопления воды в крепости. И, честно говоря, это впервые, когда я вижу подобное устройство внутри замка. Оно, разумеется, накапливало дождевую воду, которая затем уже использовалась для нужд поселенцев. Сама крепость заметно больше, чем Кокожин, но это очень даже интересный контраст, особенно если вы увидите их в один день. Также стоит заметить то, что под крепостью расположено множество ресторанов и кафешек. Мы, к сожалению, посещали их во времена ковида, но я надеюсь, вы застанете то время, когда все будет открыто и сможете насладиться красивым пейзажем и вкусным кофе, например, или даже пивом. Я бы сказал, что эти два замка можно посетить в течение всего года, каждый сезон будет привносить свои интересные краски в общий пейзаж, но рекомендую дважды подумать, есть ли будет снег или дождливая погода, прежде чем отправиться на бездес. Эти камни могут оказаться по-настоящему опасными, поэтому лучше быть аккуратным в этом плане. На этом на сегодня все, разумеется, буду рад услышать ваше мнение в комментариях ниже, если видео понравилось, обязательно нажмите кнопку лайк. Ну и увидимся в следующем видео обзоре, как обычно, спасибо за просмотр и пока!